Воспитанники Оренбургской епархиальной православной гимназии имени святого Иоанна Кронштадтского представили публике новый рождественский спектакль «Волшебник изумрудного города». Надо отметить, дети радуют зрителей своими представлениями на все крупные православные праздники, причем постановки всегда отличают оригинальность и новизна. Как по-православному выглядит знакомая нам с детства сказка «Волшебник изумрудного города» увидели наши оренбургские коллеги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последние приготовления и начали. Знакомые герои «Лев», «Железный дровосек» и «Страшила» спектакли православной гимназии преобразились, как, впрочем, и вся постановка. Из нее убрали все злое. В этом году решили остановиться на «Волшебнике изумрудного города». Но каждую сказку мы читаем творчески, мы ее немножко переделываем под свой лад. Мы принесли туда немножко другой, наш православный, светлый, радостный взгляд. Спектакль был сделан буквально своими руками. Костюмы, декорации делали родители с педагогами и детьми. В постановке играли не профессиональные актеры, а воспитанники разных классов православной гимназии. Всего 95 детей. Младшие танцевали и пели, на старших легла актерская игра. Но главную роль досталась четвероклассница Серафиме. Несмотря на юный возраст, она точно знает, что хочет донести до зрителя. «Они почувствуют ту доброту, которую несу я в этой роли. Она полюбила всех, и из-за этого она попадает домой, спасает всех своих друзей и исполняет им желания». Она играет Катю, прототип Элли. Девочка тоже попала в волшебную страну вместе со своими братьями, которые превратились во Льва, Страшилу и Дровосека. Несмотря на то, что на сцене были не профессиональные артисты, а действительно ребятишки, воспитанники православной гимназии, наверное, этот спектакль стоит ничуть не меньше, чем профессиональный, потому что ребята вкладывали в свою душу. Спектакль действительно полновшеств. Например, трусливый лев стал альбиносом. Добавились и новые герои – ворона, белоснежка с гномами и людоед. Ему Элли приготовила борщ. Зрители хорошо приняли измененную сказку. Больше понравился про счастливый конец. Гномики. Стало веселее.